Вот так, на курсы. Привет, народ! Приветствую вас на нашем канале. Очередная вылазка, опять на веку, с расчетом поймать какой-нибудь белье, конечно, акцент делаю на более крупную белье, думаю, может какого леща или хотя бы подлечиков подрали. Сначала буду пробовать на поплавок, ну и потом, если вдруг пстын уступнет, я тогда, может быть, на фитер перейду. Ну, пока еще это так, задумки. В общем, буду на месте, тогда уже подключусь. Вот, ну что, поехали! Ну, приехал и немножко тут получается такая вот ерунда. Видите, как вода упала? Где-то черная полоса, вот до сюда была вода. Я вон, где сидел, где даже видно. То бишь, уровень воды упал, тем самым, может быть, и какие-то проблемы с клевом. Речка довольно тихая, что-то не плескается ничего, ничего не происходит. Ну, мальки, видно, ходят, все в порядке. Вот, ну, довольно тихо. В общем, я сильно заморачиваться не буду. Будет клев, будет, не будет, ну, значит, так должно быть. Вот. Ну что? О, ну, видите, что там произошло? Кто-то плеснулся, он, жерик. Только говорил, что движухи никакой нет. Вот. Удочку я разложил, стульчик приготовил. Опарыш червяк кукуруза и комбикорм гранулированный. Немножко кукуруз добавил. И остатки старого опарыша, там больше куколок, нежели опарыша. Вот такой вот замес сделаю. И тогда будем прикармливать. Немножко фарватер я здесь пробил. Ну, как сказать, ближе к тому берегу идет до шести метров глубина. Здесь идет как бы такой, как, ну, я не знаю, коса. Прямо она идет в длину. И здесь еще чуть-чуть. Здесь, допустим, на косе тут шесть. На косе где-то три с половиной. А здесь четыре. В общем, так получается такой хоп. И выпендрон такой. Кормить буду как раз на косу. Чтобы не на свал уходила. Скорее сюда, влево, ближе к берегу. Вот. Так что, вот такая вот затея. Я весь в мыле, пока дошел. Вот. Пора уже рыбачить. Все, погнали. Слабонервных удалиться. Начну с опарыша. Ну, такой, скажем так, безотказный продукт. То бишь, и лещ может взять, и подлещик, и платва. Ну, в общем, вся бель довольствуется данным продуктом, если так можно назвать. Вот. Пока не кормлю, поскольку грамулы пока размокнут. Немножко время пройдет. У-у-у. Там жерех уже веселится. Где-то на том берегу начинает плескаться. Так, ну что, ребятки. Глубина я поставил где-то 4 метра. Учитывая то, что где-то здесь 3,5 метра. Ну, чтобы потихоньку тащился. Поводок у меня где-то 50 сантиметров. Вот. Так что... Да, здесь грунт. Пропустим по глубинке. И потом поставим на разворот как раз на отмель. Вот так. Да, окей веселится. Думал я взять с собой джиг с отводной оснасткой. Ну, блин, не хотелось возиться еще с собой. Надо дополнительный... Брать... Силикон. Отдельная коробка. Короче, перегружаться не хотел. О, поклевку, ребят, видел. Слушайте. Ну, вот. И... Перегружаться не хотел. И тем самым я, короче, не стал брать. Хотя спинг мог легко закинуть. Вот. Но остальное надо было бы, как говорится, потом тащить на себе. О, поклевка была опять. Поклевка была. Да-да-да-да-да-да. Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да-да-да-да-да. Устанавливает. Ну, что-то мелкое, очевидно. Похоже. Блин, кому-то по зубам всадил. Ну, то с этого мысика очень довольно удобно контролировать поплавок. Течка не такая, а быстрая. И потихоньку чисто стравливаешь по течению. Вниз поплавок. Так, оставим на разворот. И вот как раз сейчас получается поплавок выходит на отмель. Кормить буду недалеко вот так вот, чтобы он не свалился в эту глубину. Чтобы в глубину не уходил. А свалился больше сюда. То бишь, если там есть лещ, Ну, с правой стороны, если есть лещ, то он с ямы должен выходить, кормиться на отмель. Так, ну, вот какая-то поклёвка была на второй проводке. Ну, так как-то, скажем так, незначительно. Совсем потихонечку. Угу. Ну, подтюкивает что-то. Ну. Давай, 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 давай. Мимо. Не выдержала душа поэта. Так, ну, сделал первый закорм. Как видите, уклейка тут аж бедная с ума сходит. Так, теперь пробуем уже по прикорму пускать. Так, ну, вот, не червич, какая-то поклёвка пошла. Есть контакт. Это небольшое. О, фанерка. Вот такая вот маленькая фанерочка взяла. Так, возьму. А потом, по ходу, будет пьесы, будет видно. Оставлю или выпущу. Мелковата. Мелковата фанерка. Он и запарился ждать. Вот он. Фанера. Опа. Значит, он здесь и есть всё-таки. Ну, такая. 150 граммов, может быть. Ну, 200. Да, птички уже не так поют, как в мае-июнь. Тут же так подчвякивает только и то изредка. Какой воробей очередной. Это ещё какая-то хренатень. Очередная поклёвка. Больше на плату смахивает. Не знаю, посмотрим сейчас, что это такое у нас тут. Плотва. Почему бы и не взять? Так, ребят, поклёвка с откидкой. Ну, это подлещик, наверное. И как раз на косе, где кормил. Нет, лотва. Опять как стандарт. Так, ну, теперь попробуем такой вот манёвр. Что, если мы кукурузкой ещё это задобрим? Да, поклёвка. Ну, что-то такое совсем смешное. Причём на кукурузу. Фу, ещё мельче плотва. О, окна, видите, малька гонит. О. Очередная поклёвка на кукурузу. Плотва, скорее всего, или голавлик. Нет, плотва. Самое интересное, ребят, что плотва берёт довольно справно на кукурузу. Вот так вот, хопс. А парыша так, подолбит мелочь и бросает. Ну, есть контакт. Мелковатенько. Елец, ребят. Ха, Борис Николаевич. Вот такой вот. Борис Николаевич. Ха, и ушёл. Да бог стих. Не сильно и расстроен. Ну, вот сейчас поотмели пускаю опять. Груз тащится по дну медленно. Ну, я потихоньку стравливаю леску время от ремени. По мере натяжения. Небольшой закорм сделать. Надо всё время, как говорится, поддерживать горение. Бамбульки две подкидывать, чтобы рыба не уходила. Находилась бы в зоне досягаемости. Очередная поклёвка, что плотла. Да. Ну, червячку. Вот такая вот. Справная плотла. Хотя ждал я не её. Вот так. На курсы. Так, потихонечку что-то происходит. Не так интенсивно, как хотелось бы, конечно. Вот. Но размеры такие, приличные. Это очередная какая-то поплёвка. Но больше на плотлу смахивала. Усильно, резко на дно в мантулево. Да. Съедобная. Ну, такая. Приличная, скажем так. Видна поклёвка. Под лещикой. По поклёвке было видно. В принципе, один в один. Чуть-чуть получше что-то взяла. Чуть-чуть поклёвке здесь что-то. Главль, что ли? Не, плотва. Ребята, вот это плотвина. Ну, такая вот красавица. Всё вроде ничего. Но единственная беда. Вот сейчас этот фон стал... О, поклёвка была. Фон стал такой ярко-салатовый. Ну и у меня сама антенка поплавка. Такого же желтоватого цвета. И вот, видите, довольно плоховато на этом фоне. Что-то клёв прекратился. Ну, сейчас такая дурная идея, поскольку у меня есть с собой фидер. Попробовать на фидер помочь помочарить. Может, фидер будет как-то лучше работать. Не знаю. Посмотрим. Сейчас буду колдовать. С утра брало очень интенсивно. А вот как солнышко начало выходить, как будто всё установилось. Так, ну вот. Фидер я наладил. Осталось, как говорится, забросить и поймать. Небольшой ветерок поднялся. Вот. Ну, так не мешает. Поглядим, что будет на фидер. Я пробую на свал. Уже внизу, как говорится, на глубине. Может, там рыба стоит. Она больше не выходит на мелководье. Посмотрим. Может, на свал. Она в яме, как говорится, сидит. Ну, вот первые поклёвки на фидер. Мелочь какая-то не поймешь. Ну, что у нас тут штук десяток, наверное, есть. Всё, выпустил нафиг. Хотелось, как получше. Но, к сожалению, не всегда рыбалка приносит удачу. Бывает и разочарование тоже. Ну что, ребята, подобьём бабки. То, что хотелось, то я не поймал. Да и как-то интересно, с утра что-то брало. Довольно так интенсивно. А вот, как солнце начало вставать, всё быстренько закончилось. Странно как-то. Ну, поскольку с поплавочкой что-то не клеилось у меня. Ну, поначалу, конечно, всё было хорошо. Но я подумал, может, рыба на глубину ушла. Ну, попробовал фидером. А вот нет. Фидером тоже. Сори. Какие-то мелкие поклёвки. Ну, я запускаю, что-то у клея долбилось. Тем не менее, там наковырял. Ну, штук 15 я поймал. Три фанерки и плотва в основном. Ну, и елец какой-то попался. С дури. Рановато вообще для ельца сейчас. Вот. Больше конец августа. Стябрь. Вот. Не, ну, как есть, так есть. Всё равно бы я рыбу отпустил. Что я с ней делать буду? Вот. Окунь зверствовал по берегам. В этот раз как-то слабенько. Головль с жерехом давали о себе знать. Как бы там ни было, рыбалка случилась. Если вам понравился ролик, ставим лайки. Если не понравилось, ставим низы. Всем пока. И удачи на рыбалке. Наверняка скоро встретимся. Пока.